Всем добрый день. Я знаю, что я пропала, и вы знаете, у меня как-то нет настроения ничего делать, потому что у меня мозги заняты совершенно не тем. То есть заняты они у меня рассуждениями. У меня дилемма. У меня работа, которая мне не нравится. Она очень хорошо оплачиваемая, гораздо больше, чем у меня было на другой работе. Это центр Лондона, да, там красиво, но этого центра я практически не вижу. Я всё время сижу в офисе. Почему мне работа не нравится? Мне не нравится, во-первых, коллектив. Коллектив мог бы быть лучше, и люди работают как-то не вместе командой, а против друг друга. Мне вот это очень не нравится. Мне не особо нравится многое чего другое. Говорить пока не буду. Но самое главное, что работа эта, она меня тянет вниз. Там никакого совершенно... Никакой работы для мозгов. То есть полное арестованное саморазвитие. Абсолютно... Вы знаете, как это по-русски? Brain numbing. То есть мозг совершенно анимирован. То есть там нет ничего, ради чего бы я могла вот идти на работу и радоваться, и мне было бы интересно. Вот. Пока у меня других вариантов нет. Я думаю, что я буду посматривать. Особо сильно радоваться нечем, поэтому я как-то вот не в настроении. Но сегодня мне Ричард сказал, тебе надо расшевелиться, тебе надо сделать эти все свои обзоры, которые ты... Вот. Но я начну с садика. Потому что пара вещей, которые меня так, они не очень радуют. Это вот эта броговили. Сейчас я повернусь, покажу вам. Меня очень радует. Это вот эти испанские, средизнаморские цветы. Они у меня как-то слегка подохли. Они не очень сильно хорошо пошли. У нас после тех жарких выходных пошли очень неприятная погода началась. Пошли холода, дожди. Вот я пересадила. Сирень начала цвести очень хорошо. Я радуюсь этому. Потом что еще? Вот я одну броговюлю эту пересажу. Ждет она у меня перейти домой. В горшок ее посажу. Вот. И вторую я точно так же пересадила здесь. Я посадила просто петунию. Я знаю, что она пойдет. И у меня будет хороший яркий каскад. Вот. А здесь... У меня сегодня расцвел ландыш. Первый. Вот так пошла каскадом... Вот этот... Не пошла, а пошел клеммейсис. Вот так выглядит мой вот этот трехэтажный уголок. Он будет развиваться медленно, потому что он в тени. Но, в принципе, особо сильно мне там многое не надо. Я его перенесла в этот угол, потому что там было очень много земли, сыпалось грязи. Вот. Что еще здесь? Я посадила немножечко гераний. Разбавила так разными цветами. Ну, вот и все, в общем-то. Особо здесь нечего показывать. А что есть у меня показать? Это, во-первых, у этой... Она должна быть, по идее, голубая. Вот эта вистирия. Похоже, что она будет розовая. Судя по всем предпосылкам. Вот. И впереди сейчас. Здесь место такое интересное. Оно утром тень, а после обеда здесь яркое солнце. Но когда оно бывает в Англии, оно не всегда у нас. Вот там еще одна хоста вон вылезает. Является. Вот еще одна. Пионы хорошо пошли. Но пионы у меня в этот раз почему-то получились задерживались. Я не пойму, как они там оказались. Вот. И вот так вот выглядят сейчас цветники. Но они, знаете, самый цвет у них хороший. Это где-то июль. Июнь-июль. То есть мне еще рано радоваться особо. Вот. Очень много бутончиков на розах. Слава богу. Розы в порядке. Вот солнышко выглянуло. Ну вот. Корзинки, в общем, то же самое я сделала. Я пересадила, я убрала эти брагавюлии и посадила петунии обратно, как у меня всегда было каждый год. Разные цвета. Вот такая розовая. А, это герань. Вивющаяся герань. Второй цветник выглядит пока особо здесь ничего нет. Они хорошо, конечно, пойдут. Вот когда они приживутся уже все. И тепло будет, побольше солнца. Здесь много солнца. Вот эта страна южная. Вон розочки пошли уже. Первые. Вот. Эта страна у меня южная. Вот так выглядит. Вот. А вот Вестерия. Кустики переживаются наши. Вот я вам хотела показать. Вот так она. Меня это очень радует. Моя арочка. Вот. Единственное, что меня не радует в этой жизни, это работа. Пока. Но я думаю, что я это преодолею. Я сделаю правильные шаги. Пока я уходить не буду, потому что действительно очень хорошая зарплата. Но это не пожизненное, которое я не собираюсь там оставаться. Вот. Поэтому я вам хотела просто слегка объяснить свое паршивое настроение. И объяснить, почему у меня... Вы знаете, у меня как-то вот не доходят руки. А надо бы отвлекаться. Надо бы этим заниматься, конечно. И все. Ну и, конечно, бывает так, что просто садовые работы отвлекают, там домашние дела и так далее. Ну вот, ребята, вот это мой разговор с вами в саду. Интересно, кто что думает. Вы знаете, вообще здесь как бы тема саморазвития, она очень как бы актуальна, потому что если работа просто для того, чтобы оплачивать там кредит за дом и там и все такое, вот, то это один вопрос. У кого такое, как бы, ну, положение, такое отношение, это, может быть, кого-то устраивает. У меня, мне до сих пор, мне хочется развиваться, продвигаться, чтобы, ну, или по крайней мере, понимаете, даже если я на довольно таком высоком уровне уже в организации, но очень многие вещи мне не нравятся. И с работы, которую я делала 20 лет назад, мне это неинтересно. Поэтому я вот так вот кривлю рожу в данный момент. Вот, если послушать, кто что из вас скажет, у кого какое мнение по этому поводу. Многие, наверное, скажут, зарплату платят, радуйся. Понятное дело, конечно, лучше, чем без работы. Вот, но самое обидное, что, знаете, когда выбираешь, ведь у меня был выбор, у меня были очень много еще интервью, которые я уже отменила, я приняла это предложение. Вот, и... Вот, и когда, в принципе, знаете, такое завялое настроение, и как-то не очень хорошо все идет. Поэтому я слегка так сникла, но долго это не продлится, вы меня знаете, наши победят. Вот, посмотрим, что я сейчас начала опять активно искать, посмотрим, в общем, что получится из этого. Может быть, что-то и получится. Ну, все, ребята, я сейчас посмотрю, что мне нужно, какие обзоры. Я же забыла, надо сделать, действительно, и буду делать эти выходные. Ну, все, пока.